Знаете, я хочу сегодня, чтобы вместе с вами мы порассуждали над очень важной темой, над очень бытовой темой. Тема прощения. Это то, с чем мы встречаемся каждый день, то, что волнует нас. И, возможно, некоторые из нас думают, что есть некоторые моменты, которые стоит задуматься, нужно ли прощать и это, или нет. Как вы думаете, Господь прощает нас всех безвозмездно, без ничего? То есть нет никаких условий для прощения, или же есть? Так, Господь прощает нас безусловно. Он не нуждается, чтобы мы ему что-то принесли, или мы сначала не справились, а потом пришли и получили прощение. Нет, есть, конечно, люди, которые так думают. Они думают, сначала не справлюсь в свою жизнь, оставлю курение, алкоголь и так далее, а потом приду в церковь. Это очень не ошибочно. Это и дьявольское такое положение, или раздумки. Давайте прочитаем вместе из Евангелия от Матфея, 18 глава, диалог между Петром и Иисусом. Мы знаем, что Петр постоянно задавал вопросы и по теме, и не по теме. Этот вопрос очень важен, видимо, в связи с тем, что Иисус перед этим в контексте говорит, что смотрите, не презирайте ни одного из малых этих. Потом говорит, если согрешит против тебя брат твой, то ты прости ему. И Петру интересно, сколько же раз прощать можно в день, и сколько нужно, да? Сколько раз в день нужно прощать брата своего? Кто-то говорит семь, кто-то говорит больше, кто-то говорит семьдесят раз, да, по семь. Но это уже мы, по словам Иисуса, так пошли. Однако смысл настоящего прощения лежит гораздо глубже, чем просто в цифре, да, которая в сумме составляет четыреста девяносто раз. Прочитаем вместе. 18 глава Матфея, 21 стиха. Петр приступил к Иисусу и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня. До семи ли раз, то есть Петр, такой по-еврейски, спрашивает и отвечает сразу. До семи ли раз Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но до седьмежды семидесяти раз. Серьезный ответ. И дальше идет притча. Притча об одном царе, который имел неких должников. Один имел большую сумму денег, которые брал взаимы, и другой более мелкую, но не у царя брал, а у этого раба, потому что оба были рабами. И мы знаем всю эту притчу, как тот, который имел очень большую сумму денег, взял у царя, получил прощение. И вышел, и встретил такого же раба, который имел очень маленькую сумму, в шестьсот тысяч раз меньше. И не простил его, а взял его за шею и говорит, отдай, что ты должен быть. И в конце Иисус подводит итог всей этой истории и говорит, если каждый из нас не простит так, как нам Отец простил, грехи, согрешения, все, что мы имеем, то придется нам отвечать очень серьезно, потому что в притче Иисус говорит, что был ввержен в темницу, пока не отдаст все до конца. Сумма очень большая, потому что по историческим данным, Ирак Антипа имел ежегодный доход всего лишь в 200 талантов. Этот же человек имел 10 тысяч талантов. То есть это очень большая сумма. Наверняка за всю жизнь он бы не расплатился. И давайте поразмыслим, вместе порассуждаем над темой прощения. Оно воспринимается нами по-разному, конечно же. В Левите, да, просматривается один принцип, который называется принципом Талиона, то есть закон соответственного воздаяния. Если брат что-то согрешил против меня, то принцип называется око за око и зуб за зуб. Все мы хорошо знаем этот принцип. Некоторые люди живут сегодня, а поступают как тогда. Даже из крестьян. И это очень печально, конечно. Люди нахватались разного учения, но забыли о первостепенном. О любви и прощении. Потому что если есть любовь, есть и прощение. Где нет любви, нет прощения. И откуда же евреи в этом диалоге Петр говорит до семи раз прощать брату моему? Откуда Петр взял, что именно до семи? Почему он не спросил до трех раз? Потому что цифра три очень часто тоже вспоминается в Писании. Почему именно до семи? Почему не до пяти, до десяти, до пятнадцати, а именно семь? Вероятно, Петр очень хорошо знал местные обычаи. И в книге Йова, 34 глава, 33, речь Елевуя, он говорит следующее. Он освободил 33 из 28 стихов. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Вот все это делает Бог два-три раза. Два-три раза с человеком, чтобы отвезти душу его от могилы и просветить его светом живым. То есть смысл этого стиха, этих стихов трех, в том, что человек что-то сделал очень печально, то есть практически до могилы дошел. И Бог его простил три раза. Больше не говорится об этом. Потом в книге пророка Амоса, 1-3, говорит следующее слово. Так говорит Господь, за три преступления Дамаска и даже за четыре, не пощажу его, потому что они молотили голаат железными молотилами. То есть, они не простили голаат, а жестоко погубили железными молотилами. Эти два стиха напоминают нам о трехразовом прощении. Потом в притчах очень знаменитый афоризм. И среди христиан там часто произносится притча 24-16. Праведник сколько раз упадет? Семь раз упадет и встанет. Да? Праведник семь раз упадет. И в Палестине существовала такая поговорка. Если ты хочешь быть настоящим иудеем, настоящим слушателем закона и тора чтителем, то ты должен простить брату твоему три раза. Но если ты хочешь быть более совершенным иудеем, ты должен прощать семь раз. И Иисус в Евангелии от Луки в разговоре со своими апостолами, с учениками говорит, если брат твой согрешил против тебя, то выскажи ему и если он раскается, то прости. Если брат твой, если же, он согрешит против тебя. Сколько раз там написано? Семь раз и семь раз в день он повернется к тебе и скажет, каюсь, прости. И Петр подумал, Иисус точно одобряет наш обычай. Потому что в Палестине там говорилось, три раза хочешь прощать, на три раза ты должен прощать обязательно. Если хочешь быть более совершенным иудеем, более хорошим, то ты семь раз должен. И Петр подумал, Иисус точно одобряет наш обычай, и он все нормально с этим. И говорит, задает следующий вопрос, до семи ли раз прощать? То есть, ты согласен с этим очень правильно? И Иисус говорит, я тебе не говорю до семи, но до семи, нижды, семи, десять раз. Кто-нибудь из нас хоть пробовал считать согрешения, да, или пригрешения, или грехи наших близких, родных, братьев, кто-нибудь пробовал просто так сосчитать, раз, два, три, четыре, этот брат согрешил против меня сегодня десять раз. В день, да, в день. Потому что Иисус в день говорит, там, семь раз, да, тут семьдесят растет. Никто не помыл, да, я не думаю, что среди нас есть люди, даже из мира, которые способны были согрешить столько, четыреста девяносто раз в день. Хорошо, если против нас десять раз, вот в день, ну мы взяли брата на учет, так сказать, и он согрешил против нас раз, два, три, четыре в день. Семь раз, да, десять. Ну ладно, мы прощаем, прощаем. И в конце концов мы взрываемся и говорим, ты нарочно это делаешь, ты манипулируешь писанием, ты хочешь мое терпение испытать, да? Ну так происходит у нас, правильно? Происходит, конечно же, нужно просто осознать это. Мы должны быть честными, хотя бы ссоветными, с самими собой. Если мы будем в первую очередь быть честными с самими собой, то мы сможем быть честными и с остальными людьми. И прощение, знаете, мыслится неоднообразно. Если мы способны простить самих себя, то, конечно же, мы простим других. Знаете, пример тому Иуда, да, он не смог простить сам себя. И не дошел до конца. Он мог так же покаяться, как и Петр. Но он сам себя не простил. Если человек не прощает сам себя, то как он может подойти к брату и сказать, прости? То есть, он не простил сам себя за этот поступок, да? Он что-то сделал, он не простил себя. То есть, мы должны простить всех, в том числе и Бога. Его-то есть за что прощать, правильно? это не ересь, братья и сестры. Многие люди обвиняют Бога в разных обстоятельствах. Почему? Зачем? Что? Ты виноват? Что я сделал? Я не там побывал у одного брата и он очень больно, его уже нет в живых. Принял дар прощения, конечно, заболел спидом. Есть такая страшная болезнь, очень молодой парень 33-х лет. И он тоже задавал вопросы, он хотел, чтобы Господь поднял его на ноги и говорит, что я сделал тебе, Господь? Люди говорят, зачем мне такой Бог? То есть, люди обвиняют Бога, и мы должны прощать и Бога в каком-то роде. Прощаем Бога, обращаемся на них себя, обращаем и ближних. Пускай Господь ряд, как говорят украинцы, дарует этим талантом, этим даром прощения, кто может прощать 490 раз? И когда мы что-то делаем, например, где-то что-то сделали не так, мы обращаемся к Господу, мы говорим о снисходительности, о милости, о его сострадании, о прощении, мы знаем, что Господь готов простить нас, не ж, но мы покаясь, пришли к Нему и сказали, Господи, прости, потому что я ошибся немножко и в себе, но когда другие согрешают, то мы взываем, говорим, Господи, а где же справедливость, давай судить Его, накажи Его, ты же Господь справедливый, то есть по-разному осмысливается. Тот же самый грех, когда мы совершаем, да, или наши близкие, то мы просим о снисходительности, о милости, но когда кто-то, кто нам не по душе, то мы просим Бога справедливости, не должно так быть. лицеприятие, а где же Господь наш взял подобного рода цифру 70 раз в 7 раз? Задумайся, кто-нибудь. Каин убил своего брата и Господь является ему и говорит, Каин, что ты сделал? Кровь брата твоего вобьет из земли ко мне. И Господь говорит, проклят земля и так далее, Господь наказывает Каина, и Каин говорит, что цена этого наказания слишком велика для меня. Кто понесет ее? Первый, кто встретит меня, убьет. То есть без прощения поступит за мной. И Господь говорит, нет, я ставлю на тебе знак, и любой, кто поднимет на тебя биту, тому будет отомщено в 7 раз. И Каин идет, живет своей жизнью, и один из отбрысков Каина подходит однажды к своим женам и говорит, Ада и Цилла, жены Ламехова, если за Каином отомстится в 7 раз, то за Ламеха, когда я убил отрока в рану мне и мужа в язву мне, и если за Каином отомстится в 7 раз, то за Ламеха, и он устанавливает один закон, за Ламеха будет отомщено в 70 раз в 7 раз. Ламеха устанавливает принцип, да, или закон непрерывного воздаяния. То есть не дай Бог меня кто-то тронет, за него будет месть бесконечная. И Господь переворачивает, Господь Иисус в диалоге с Петром переворачивает полностью этот закон радикально. Из закона непрерывного возмездия он устанавливает закон непрерывного прощения. Для нас, познающих Господа день за днем, для нас, которые знают смысл прощения, это не что иное, как бесконечная милость Яхты. Есть родители, которые, возможно, относятся к своим детям не так доброжелательно. Я не думаю, что в этом зале есть таковые. Мы все верующие, читаем Писание, знаем смысл прощения и должны обращать всем. Но есть родители, которые, возможно, и присутствующие здесь, которые в прошлом до познания Иисуса Христа говорили разное своим детям. Есть матеря, которая, например, мать одна говорит сыну своему, больше не хочу тебя видеть, не прощу тебя во век, все, иди сюда, и не хочу видеть тебя в моем доме. И сын принял это очень серьезно. И не приходит в дом матери пять, десять лет. Время проходит, где достаточно ты подходишь к этой маме и когда ты обсуждаешь с ней что-то о ее сыне, видно, что глаза начинают вестить и скулы начинают гонить. Ей больно, но сын принял это очень серьезно. Не прощение. Не прощение угнетает каждого человека, друзья. Каждого человека угнетает, погубляет, это грех. Не прощать это грех. И некоторые руки ходят с этим непрощением и готовы отомстить. И чем публичнее, чем примноголюднее будет эта месть, тем приятнее будет опустить этого человека. Я был свидетелем многих непрощений, думаю, как и каждый из вас, но некоторые фразы меня очень сильно будоражили. Например, один брат что-то сделал другому, что-то сказал, и тот воспринял это на штыки. Когда этот подошел через несколько часов там и говорит, брат, прости меня, пожалуйста, потому что погорячился, я как-то неправильно поступил в отношении к тебе, говорит, не прощай. Походи и помучайся так, как и я. Войдем в это вместе. Это внутреннее желание желание омстить, не прощение. Одна прихожанка католической церкви обратилась к священнику и говорит, святой отец, я получил видение от Господа, Господь сказал мне так и так, потом вновь приходит и говорит, святой отец, Господь открыл мне следующее, как же святому отцу, как называют католики, объяснить ей, что в католичестве нет видений, нет пророчеств и так далее. И ему сложно сказать, смутить эту женщину, эту прихожанку, возможно, ее вера поколебится, потому что она получила какой-то новый дар, который не принимается в католичестве, и говорит, чтобы проконтролировать эту женщину, говорит ей, дочь моя, пойди, пожалуйста, домой и помолись Господу. У меня в прошлой жизни были некоторые грехи, которые просматривались так цепью, то есть одни и те же. Спроси, Господа о моих грехах. И эта женщина взяла очень серьезно это. Она взяла эту нужду, так как должен каждый из нас взять нужды друг друга, слабости, нести их на своих плечах. Помолилась и приходит в следующее воскресенье в храм, в церковь, и священник спрашивает, «Ну что? Помолилась?» Говорит, «Да». «И что Господь сказал о моих прошлых грехах?» «Я помолилась и упрашивала Господа, чтобы Он открыл мне ваши грехи». «Господь сказал, что не помнит ни одного из них». «Я помолилась?» Вот что означает прощать. В принципе, прощение не означает, что Господь наш настолько слабоумен и беспамятен, что Он просто замыл все. Это означает, что Ему больше дела нет до этих грехов. Он больше не вспоминает то, что было, все. Апостол Павел говорит Мария Паге, то, что мы сделали, уже забыто, все. Он не держит то, что вы сделали. Сейчас упокайтесь и живите новой жизнью. И сегодня, возможно, есть люди, которые зашли в Дом Божий и которые зашли с непрощением сюда. Сегодня Господь может даровать каждому прощение. Сегодня Господь готов просто даровать это прощение. Даровать. И благословит нас Господь всех. Давайте склоним колени и простим друг друга, простим себя, простим Господа, если это будет жить. Аминь. Спасибо.